Друзья, всем привет! С вами как всегда Артем Астапов. Добро пожаловать на мой youtube канал. Сегодня вам покажу свой новый самокат и на самом деле я хотел его собрать достаточно давно, еще в начале лета, но так получалось, что я не мог достать все запчасти необходимые для сборки трюкового самоката и все получилось только сейчас. Также в этом видео я хотел бы презентовать свои новые шкурки. Если вы подписаны на меня вконтакте, то вы наверняка видели, что у меня вышла моя первая промодельная шкурка и в этом видео покажу вам еще три. Желаю всем приятного просмотра. Это видео начинается. Ну что, приступим к обзору моего нового самоката. Грипсы у меня стоят, как обычно, odisoft. В этот раз они снова розовые. Я выбираю только эти грипсы, поскольку по тактильным ощущениям они для меня самые комфортные. Они очень мягкие и их хватает на полгода активного катания, хотя я обычно меняю где-то раз в четыре, может быть раз в пять месяцев. И баренда у меня стоят фирмы odi под цвет грипс, пластиковые. Их я тоже меняю раз в три-четыре месяца. Переходим к рулю. Руль у меня тот же самый, фирмы Striker. Как вы знаете, когда я собирал предыдущий самокат, компания Striker мне прислала на тест рули колеса. Колеса у меня сейчас стоят другие, но руль мне очень понравился, поэтому я буду кататься снова на этом руле. Переходим к зажиму. Зажим у меня такой же, French ID. Я не стал его менять, то есть я понимаю, что с одной стороны он уже устарел, поскольку здесь стоят болты М6 под пятый шестигранник, а можно его поставить уже более современный, где болты М8, которые держат чуть лучше. Но в целом у меня руль держится уверенно, то есть мне не нужно затягивать его еще сильнее, хомут справляется со своей задачей. И этот хомут это память о том времени, когда я начинал кататься, потому что French ID это одна из первых фирм трюковых самокатов, которая делала полноценные трюковые самокаты, то есть можно было купить и руль, и вилку, и колеса. И с того времени у меня остался хомут. Ему уже больше десяти лет. Переходим к рулевой. Рулевая у меня стоит фирмы Tilt в коллаборации с Tilt. Это рулевая, которая продавалась, по-моему, два или три года назад. Хочу здесь отдельно сказать спасибо моему ученику Егору Кравцову. Он мне предоставил красную рулевую. Чуть позже объясню, почему именно она. И вилка у меня тоже самое, вилка Etic Merle. Я купил такую же новую. Опять же, мне очень нравится она в плане дизайна. Также она меня устраивает полностью по прочности. Так что решу, что у меня снова будет вилка Etic Merle. Колеса у меня фирмы River. Опять же, не могу сказать, что это самые крутые колеса. Но, во-первых, они мягкие. Мне нужны были мягкие колеса. И по цветам я рассматривал еще несколько вариантов. То есть я понимал, что у меня есть как альтернатива колеса Aztek. Но у них цвет такой более светлый. Они похожи на цвет жвачки. То есть под грипсы он мне не подходит. Есть еще колеса Blunt. Но там розовый, он такой более кислотно-розовый. И мне тоже он не подходил с этими грипсами. А вот эти колеса, они идеально сочетаются. Поэтому решил, что поставлю колеса River. Переходим к деке. Дека у меня стоит фирмы Apex. Здесь я хочу поблагодарить моего ученика Марата Софиулина. До этого я катался на его доске. Она такая же по габаритам. Только здесь доска синяя. А та доска была графитового цвета. Благодаря тому, что у меня была возможность на ней покататься, я понял, что для меня она самая удобная, самая комфортная. По габаритам, по углу након рулевого стакана меня все устраивает. Поэтому сейчас я буду кататься на доске Apex. И, так сказать, вишенка на торте. Это одна из моих новых шкурок. Здесь надпись Dreamer. С английского переводится как мечтатель. Все очень просто. Я всегда жил мечтами, продолжая мечтать. И решил, что я сделаю такую шкурку для всех тех, кто тоже, как и я, любит мечтать. Еще кое-что хотел сказать по поводу сборки трюкового самоката. Когда речь идет про кастомную сборку, неважно, я собираю самокат для себя, либо для своего ученика, я стараюсь все продумывать до мелочей. Если говорить про мой самокат, как видите, у меня три основных цвета. Это синий, розовый и элементы черного. Цвет титана я сейчас не считаю. Я изначально, когда купил доску Apex, я понял, что там стоит хромовый тормоз, хромовая ось и хромовая гайка. Я понимал, что четвертый цвет здесь будет лишним. Мне нужно его сменить на черный. Поэтому я поставил сюда черный тормоз Blunt, купил отдельно черную ось и купил еще синюю гайку, чтобы у меня не было элементов хромового. Также я думал насчет рулевой. Я понимал, что я поставлю либо Tilt, либо Blunt, но у них по цветам пыльники, они чуть-чуть светлее, чем DECO. А у рулевой Tilt в коллаборации Sundialed, у них как раз цвет темно-синий, который идеально подходит под мою доску. Ну что, ребят, собственно, вот так выглядит мой новый самокат, моя новая шкурка. И сейчас я вам покажу еще две шкурки. Если вы подписаны на меня ВКонтакте, то вы прекрасно знаете, что у меня вышла моя первая промодельная шкурка, на которой изображен Санкт-Петербург. Мальчик, который перелетает через разводные мосты. Здесь, как у меня, клетчатая рубашка, белая футболка, голубой шлем и, собственно, самокат целиком, полностью повторяет самокат, который у меня сейчас. Синяя дека, розовые колеса, розовые грипсы. Так что я вот тоже тут постарался продумать все для мелочей, чтобы получилось все очень красиво. Мне эта шкурка очень нравится. И, как я уже говорил ранее, эта шкурка эксклюзивна для моих учеников. То есть, если вы у меня занимались, занимаетесь на регулярной основе или планируете прийти на первую тренировку, у вас будет возможность приобрести эту шкурку. И также эта шкурка будет одним из подарков, если вы заказываете тренировку день рождения или целый тренировочный день. Двигаемся дальше. Следующая шкурка выглядит вот так. Я решил изобразить себя в мире лего. Все очень просто. Я в детстве очень любил собирать лего. У меня было очень много разных наборов конструкторов и с Гарри Поттером, и со Звездными Войнами и так далее. И на самом деле, когда речь шла про Новый год или день рождения, или я хорошо закончил четверть, первая мысль у меня была поехать в магазин игрушек и купить новый набор лего. На самом деле, я понимаю, что каждая шкурка, которую я буду выпускать, она будет связана с моей жизнью, то есть, что я любил, что мне нравилось. А первая шкурка, о которой я вам сказал, я на самом деле очень давно хотел изобразить в Санкт-Петербурге и добавить туда самокат. Поэтому первая шкурка была вот в том дизайне, который вы увидели. Следующий дизайн, я думаю, вы узнали. Здесь изображен болид Формулы-1. Все очень просто. Как я сказал, все шкурки, все дизайны были связаны с моей жизнью. Я очень люблю Формулу-1. Я большой фанат, я смотрю все гонки, все квалификации, иногда даже смотрю в пятницу свободные заезды. Если вы вдруг тоже любите Формулу-1, обязательно пишите в комментариях и также напишите, за кого вы болеете. И, собственно, шкурка, которая стоит сейчас на моем трековом самокате с надписью Dreamer. Чуть позже, я думаю, поставлю шкурку с лего, чтобы добавить немного красок, и ближе к лету уже поставлю шкурку с болидом Формулы-1. Скажу честно, я очень доволен качеством исполнения этих шкурок. Помимо того, что рисунок очень хорошо держится и шкурка хорошо цепляет здесь среднее зерно, со мной работает очень талантливый дизайнер, который помогает мне воплотить все мои идеи. Совсем скоро придет еще одна шкурка. Если вдруг в моменты выхода этого видео я получу ее, я обязательно вставлю фрагмент. Если нет, то чуть позже вы узнаете в моих соцсетях. Ребят, давно не устраивало для вас конкурсы, поскольку до этого я выпускал по большей части обучающие видео, либо самокатный будинг, где у меня были тренировки в день рождения с моими подписчиками. Здесь я хочу устроить для вас конкурс на любую из этих трех шкурок, где болид Формулы-1, где лего и надпись Dreamer. Все, что нужно сделать, это подписаться на мой YouTube-канал, либо быть подписанным, поставить лайк этому ролику и оставить любой комментарий. Можете написать, как вам мой самокат, что бы вы изменили или, возможно, вы бы оставили как есть. И, кстати, можете написать, какая шкурка вам понравилась больше всего. Я случайным образом выберу один из комментариев и в следующем видео скажу, кто выиграл в этом конкурсе. Как раз, кстати, если вы напишите, что, например, вам нравится шкурка с лего и я выберу ваш комментарий, я отправлю вам шкурку, которую вы выбрали. Возможно, вы скажете, вам понравилось два дизайна. Я вам предоставлю возможность выбрать одну из двух и, опять же, участвую все города. Так что жду вас в комментариях. Забыл сказать, если вы из Санкт-Петербурга и выиграете в конкурсе, то я вручу эту шкурку лично, либо мы встретимся с вами в скейт-парке СССР, в котором я провожу тренировки, либо в другом скейт-парке, в скейт-парке сменов. Ну что, друзья, это видео подходит к концу. Очень надеюсь, что оно вам понравилось. Как всегда, с вами был Артем Остапов. Увидимся в новом видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok